Что? Разные дроны? Это вообще что? Какая-то огромная луна стрёмная. Так это костюмы или это мёртвые монстры лежат просто? Привет! Наконец-то мы дождались и вышел официальный трейлер Garden of Banban часть 2. Это продолжение первой главы, где мы упали на лифте и теперь будем играть в подземном комплексе детсада Банбана. Сейчас мы посмотрим с тобой официальный трейлер, узнаем новую информацию, а также новые скриншоты. Это будет круто, поэтому скорее ставь лайк и погнали. Слава Поплэй, а я Golden 3. Начинаем! Сразу же начнём с просмотра нового трейлера, потому что наверняка он будет очень классный. Я заранее тебе скажу, его ещё не смотрел, потому что мне интересно посмотреть это вместе с тобой и увидеть, так сказать, первые эмоции. Давайте посмотрим. Так, это была Банбалина. А это сам... А это подожди, это Джамбо Джош. Я не знаю, как его зовут. Какой-то оранжевый чел. Ворота Банбан. Опа, новый аниматроник, а уже новый монстр синий. Такого вообще не было, по-моему. Какая-то стройка, склады. Это Банбалина, её я знаю. Что? Разные дроны? Прикол. Вот это новый монстр. Это вообще что? Какая-то огромная луна стрёмная. Так, там проводили какие-то опыты над жёлтым. Фиолетовый. Музыка, конечно, такая криповая, если честно. Так, осминожку мы знаем. Вот это круть, вот это комната прикольная. Тоже новый монстр, смотрите. Позади тебя. И это новый монстр. Уже три новых монстра, офигеть. Мы старых-то особо не видели. Паркур добавят. Жёстко. Так это костюмы или там мёртвые монстры лежат просто? Да, смотрите, улитка. Какой-то пацан. Какой-то этот шерепи. Вот эти синие ноги. Синие щупальца были слева. Подо мной прям. О, что? Ха! Дети опилы бёрд? Что? Помните, мы приносили ей яйца, а не вылупились? Яйца из первой головы, которые мы приносили для опилы, а не вылупились. И теперь там цыплята. Там микроопилки. Микроопилки, я не знаю. Это угар. Подожди, давайте сейчас быстренько, так сказать, на перемотке посмотрим. Ну, вот это понятно. Это Банбалина, это подружка Банбана. Она будет за нами гоняться в какой-то красной комнате. Но прикол в том, что были скриншоты, и в красной комнате стоял сам Банбан. И самого Банбана, что странно, не показали вообще в трейдере. Ну, допустим, окей, Банбалина за нами гонится. И тут внезапно вырывается Джамбо Джош, выбивает дверь. Как видите, дверь отваливается. И, собственно, он пытается нас убить. И Банбалина нас хватает. То есть будет какая-то погоня по типу из... По типу, как была погоня в конце от Опилы Бёрд. И как в Хаги Ваги, то есть побег от него был. Здесь вообще что-то странное нарисовано. И Челс Элита смотрит на... Короче, я заметил, что вот этого персонажа будет довольно много. То есть он будет разных цветов. То синий, то жёлтый, то сейчас он вообще какой-то оранжевый. То есть вот этого персонажа будет довольно много. И это очень интересно. Возможно, это как раз-таки костюмы. Или, может, детей превращали в этих существ. Тоже немножко непонятно. И, типа, знаешь, его сюда посадили, чтобы он изучил... Не знаю, хотя бы какие-то основы. Кто такой слон, кто такая рыба, кто такой пацан. И, типа, того, может быть, тут обучают монстров убивать детей. Или фиг его понимёшь. Потому что, типа, вот слон вот такой, да, рыба такая. А пацан, типа, вот в шортах вали его, типа, не знаю. Но это очень странно выглядит, на самом деле. У каждого, кстати, монстра появится собственная дверь, как мы видим, да. И эта дверь... Вход, точнее, в локацию с Бан-Баном. Также у каждого монстра будет своя такая же дверь. Не знаю, можно ли будет их все открыть. И вот мы видим здесь нового монстра. Он, типа, в каком-то... Или это рок, или колпак. Я не знаю, что это. Но, короче, часть этого монстра мы видим. То есть у него много глаз. И, собственно, это то ли рок, то ли это шапка какая-то. Непонятно. И он какой-то тощий, стрёмный. И, возможно, он умеет растягиваться, как мамка из Poppy Playtime. Непонятно. Но он, как бы, сваливает, и всё. Пока мы спускаемся по лестнице. И тут мы попадаем в какую-то странную локацию. Сейчас мы... Ага, это потом будет. Комната Пил и Бёрд. Скорее всего, там и будут мелкие птенцы. Здесь у нас, видимо, зона строительная какая-то. Потому что, ну, нужно, типа, в каске ходить. Что-то ничего на башку тебе не упало. И тут у нас изображены стрелочки на полу. То есть по стрелочке мы, скорее всего, можем двигаться, искать выход. Что-то типа лабиринта. И здесь, кстати, за ним какой-то монстр будет, скорее всего, гоняться. Дверь Бонболины. Далее нам показывают, что у нас будет кастомизация дронов. То есть это, скорее всего... Я сначала подумал, что разные кнопки, типа, разные цвета дронов и разноцветные кнопки. Но нет, скорее всего, будет просто кастомизация. То есть можно будет, как вот мы меняем руки в Project Playtime, да, на разные. Так и можно будет менять дроны на разноцветные. Какой цвет ты хочешь с ним играть, с таким и будешь играть. Это прикольно на самом деле. Но, как по мне, вещь бесполезная. В чем прикол, непонятно. Но, возможно, кому-то нравится зеленый, кому-то желтый, кому-то оранжевый цвет. И, собственно, с этим цветом он бы хотел, чтобы был дрон. И вот, собственно, этот монстр. Вот тут у него, да, три глаза, острые зубы и на голове, ну, то ли шапка. Ну, это, наверное, шапка, да? Типа, в честь дня рождения, там, с чьего-то шапку напялил. Вот эта локация очень странная. То есть мы видим тут платформа движущаяся. То есть будет мост, движущаяся платформа. Мы либо по ним будем прыгать, либо сможем их активировать. И они, собственно, съедутся. И тут же у нас летает дрон. Летает дрон, который будет нам помогать. И тут две локации, типа, слева и справа. В какую-то из них мы сможем попасть, чтобы продвинуться дальше по сюжету. Но что вот это за существо? Что это за монстр в виде огромной стрёмной рожи и похожей на луну? Я вообще без понятия. Может быть, это декорация? Может быть, это реально какой-то босс? Как бы, пиши в комментариях, как ты думаешь. Но выглядит довольно стрёмно. Короче, это всё находится, чтобы вы понимали, под детсадом. Под тем самым детсадом, который мы прошли в первой части. И когда мы спустились на лифте, мы попали как раз таки в это подземелье. То есть, там находится целый город. Целый город, огромные дома, здания. Это всё находится внизу. И тут у нас, смотрите, мы можем перекрашивать монстров. То есть, они разноцветные. И мы можем их сами перекрашивать. Я не знаю, для чего это сделано. То есть, этот монстр может быть разноцветный. Какой-то хамелеон, что ли. И тут видно, что мы заливаем какую-то жидкость. И, скорее всего, перекрашиваем этих монстров. А перекрашиваются они как раз таки вот в этом месте. То есть, лежит, допустим, жёлтый. Мы выбираем другой цвет. Он становится красным или синим. Возможно, это нужно для каких-то заданий. Или для какой-то мини-игры. Чтобы пройти дальше по сюжету. Ну, в общем, довольно занятно, интересно. И пока что непонятно. Далее мы видим дверь ещё одного монстра. И тут мы видим шары. Точнее, мячи для баскетбола в очках. Я не знаю, зачем. Что происходит. Тут написано. Классные дети. Любят жвачку. Дай им жвачку за деньги. Типа, продавай жвачку. Или что-то типа того. Но тут слово, оно заклеено. Поэтому непонятно, что имелось в виду. Возможно, это сделано специально. Тут можно любое слово поставить. Допустим, дай нам ган. Там оружие за деньги. Дай нам ган. На жвачку за деньги. Или дай нам что-нибудь ещё. Я не знаю, что нам хотят дать за деньги. В общем, мячи что-то задевают. Но это, скорее всего, типа такая сценка. Они на какой-то горке, судя по всему, стоят. Может быть, это имеется в виду. Эти мячи, типа это бывшие сотрудники. Или дети. Я не знаю. Пока непонятно. Пока непонятно. Я думаю, сюжет нам раскроется больше. Уже продолжение во второй главе, которую мы ждём. И тут мы видим дальше очень странную комнату. С кучей дверей. То есть, эти все двери, они с замками. Они открываются через ключ-карты. Либо через что-то ещё. Но комната выглядит очень-очень красиво и прикольно. Это такая радужная комната. Очень крутая. Наверное, одна из самых интересных локаций будет в этой игре. В этой главе. Вот ещё один новый монстр. Какой-то шериф в шляпе. Я не знаю. Он, возможно, будет нам помогать. Потому что всё-таки шериф. Фиг его поймёшь. Тут записка позади тебя. Скорее всего, будет какой-то скример, когда мы обернёмся. Нам этого, естественно, не показали. Улитка, новый монстр. Не знаю, будет ли он страшный. Но, судя по всему, он будет довольно медленный. Вот это вообще непонятно что-то. Вот остров сокровищ. Вон там сундук с сокровищами стоит. И тут есть правило сверху. Только одна пушка может быть на линии. И, типа, таймер не должен выйти. Что-то, короче, какая-то, судя по всему, нас ждёт здесь мини-игра. И если мы залажаем, то мы, соответственно, проиграем. Пока непонятно что это, но выглядит довольно странно. Какие-то пушки. И ещё и в детсаду. Это, не знаю. Это очень подозрительно, как минимум. Далее. Паркур нас ждёт. Нас ждёт очень огромная локация с паркуром. Я не думаю, что она будет сложная. Но выглядит довольно-таки эпично. То есть, если ещё и платформы эти будут двигаться, будет вообще жопа. Вот это дверь Джамбо Джоша. Она открыта. Кстати, нам делают такой намёк, что, типа, двери будут открываться. Тут, видимо, я не знаю, это... Я сначала думал, что это мусорка. Но это просто какой-то стол или реально мусорка. И тут лежит один из монстров, перекрашенный. Далее, если пройти вперёд, будет ещё один монстр. Только уж другого цвета. То есть, этот монстр реально какой-то хамелеон. И пока что он единственный, кого здесь перекрашивали. Тоже немножко непонятно. Это тут какие-то больничные наши койки. То есть, скорее всего, ставили эксперименты. В этом подвале ставили эксперименты, потому что вот эти больничные койки как раз-таки намекают нам на то, что, возможно, людей, реальных людей превращали в этих монстров и перекрашивали, и пытались их обучить. И здесь нам показывают всю семью. Возможно, кстати, эта семья, она раньше была сотрудниками этого детсада, АК какой-то секретной лаборатории. То есть, под детсадом, ну, типа, детсад это прикрытие. Под детсадом была секретная лаборатория, где они ставили опыты на детях, скорее всего, превращали их в монстров. И в итоге что-то пошло не так, и они сами все стали монстрами. И теперь, как бы, мы должны раскрыть тайну этой семьи, потому что это всё одна целая семья. Насколько тут позволяет нам понять, это надпись внизу. И, соответственно, добавились два новых монстра. Это слева и справа, улитка и какой-то шериф. Но это ещё не всё. Третий монстр, он не показан до конца. То есть, видно его щупальца, вот прям подо мной два синих щупальца. Мы этого монстра тоже видели, трёхглазый. И он почему-то от семьи стоит в сторонке. Возможно, он самый злой. Либо же он, наоборот, добрый и пытается остановить эту семью. Вот тут вообще непонятно. Вот такой вот трейлер. И показали, конечно же, маленьких птенцов Апилы Бёрда. Как раз мы собирали 6 яиц, и 6 птенцов у нас вылупилось. Но вопрос в том, добрые они или злые. Возможно, вот судя по тому, что мы видим здесь в трейлере, они стоят и не двигаются. Так же делала Апилы Бёрд, когда мы отворачивались, и она к нам подбегала. Возможно, они будут нападать. Но как защититься сразу от 6 птенцов, я даже не представляю. И как от них можно будет убежать вообще. Возможно, они будут добрые. И даже можно будет с ними потусить. Кто знает, пиши в комментариях, как ты думаешь, добрые это птенцы или злые. Но, по крайней мере, выглядят они довольно мило. Вот такой трейлер, никакой даты выхода нам не показали. Просто показали новый контент. Также у нас есть скриншоты, которые мы тоже можем посмотреть. Опять же, знакомьтесь с семьёй. Это мы видели в трейлере. Вот эта стрёмная непонятная луна. У неё вроде как даже есть шея. Вот если присмотреться, да. Есть шея под ней. Так что, скорее всего, это просто какой-то стрёмный монстр, либо же декорация. Опять же, это радужная комната. Мы её тоже видели в трейлере. Также вот этот зал с пушками. И тут мы можем увидеть правила. Правила игры, собственно, которые описаны сверху. Значит, пушка работает через кнопки. Только одна пушка может быть на линии одновременно. И таймер не должен истечь. То есть, судя по всему, мы должны будем куда-то стрелять. Скорее всего, по кнопкам. Вот управление посередине. То есть, мы будем заставить на верхнем уровне. И использовать эти пушки по одной, чтобы попадать, скорее всего, по кнопкам. И нельзя сделать, чтобы время вышло. То есть, в принципе, звучит не сложно. Но как это будет в игре, пока непонятно. В общем, будем ждать. Уровень с паркуром нам тоже показывают. Не знаю, что там над ней этой ямы. Но явно падать туда лучше не стоит. И еще одна локация. Как раз-таки тут даже есть погрузчики. Какой-то транспорт. И это локация, судя по всему, для работников уже, которые строят. Строили, точнее, весь этот подземный комплекс. И как бы нужно защитить себя. Нужно надеть жилет и шапку. Не знаю, будет ли жилет и шапка в самой игре. Но вот так вот все это выглядит. На самом деле, очень-очень круто. И видно масштабы. Да, по сравнению с первой главой. Только начало. Детсад, небольшая локация. Опила Бёрд, один монстр. И видно масштаб, насколько круто сделана вторая глава. То есть, сколько будет тут локаций. Сколько будет здесь этажей, комнат. И куча-куча-куча секретов, которые мы все будем разгадывать. Поэтому очень жду вторую главу. Надеюсь, она скоро выйдет. А теперь можно почитать описание. Продолжите рассказ. В детском саду Банбана углубитесь в причудливое заведение, где место осталось подозрительно пустым. Пытайтесь выжить и раскрыть правду в этом месте. И исследуйте подземный мир детсада Банбана. Оказалось, что в детском саду Банбана было огромное подземное сооружение. Кто бы мог подумать, но, к сожалению, ваше открытие было болезненным. Так же, как ваше любопытство. Оно привело к урушению вашего лифта. Теперь ты должен исследовать этот новый регион объекта, в котором ты приземлился. Раскрыть ужасную правду этого места и избежать. Больше друзей. Потенциал завести друзей в детсаду Банбана безграничен. Друзья, которых вы завели в первом гардену Банбан, являются лишь частью друзей, которые должны быть с вами. И теперь, когда вы застряли в гораздо более глубокой камере после событий первой игры, вы обязательно заведите еще несколько друзей, которых мы, естественно, видели. Трое новых персонажей. Синий, желтый и количневый. Вот эти вот персы. Пока непонятно, как их зовут. Но, в любом случае, они тоже будут в игре. То есть, очень много нового контента, новых монстров нам здесь показали. И реально выглядит все очень круто. Поэтому, очень, друзья, жду вторую главу. Надеюсь, ты тоже ее ждешь. Так что, пиши, что ты об этом думаешь в комментариях. А мы с вами увидимся уже, наверное, когда выйдет вторая глава. И когда мы начнем ее проходить. В общем, как по мне, действительно крутой трейлер. Очень много новых локаций, новые монстры. И куча нового контента. И новых секретов ждут нас еще впереди. Поэтому, ждем выхода игры. И, конечно же, ставим лайки, чтобы игра поскорее вышла. А на этом все, друзья. С вами был FNAF PLAY. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok